Есть такое понятие, как добросовестность покупателя, да, вот лично у меня есть некие сомнения, может быть, вы сейчас развеете, что за рубежом, ну, в нормальных там, условно говоря, европейских странах, западных, приобретая недвижимость, я должен вот осуществить вот эту всю тотальную проверку там до какого-то десятого колена, кто там где был прописан, как переходила собственность, потому что там все-таки гарантируются мои права как покупателя. У нас все не так, у нас, я должен доказывать, что я не верблюд. Нет, я думаю, что вы немножечко не так понимаете. Есть разные регистрационные системы. И есть регистрационные системы, которые, если ты внесен в реестр, то тебя уже из реестра вычеркнуть нельзя. Все. То есть можно там с кого-то взыскивать убытки, но ты уже купив эту квартиру, если государство внесло тебя в реестр, да, недвижимость, то все. Больше государство как бы поставило печать, утвердило, все, ты собственник теперь. И любые споры, они не могут быть связаны с лишением тебя этой собственности. Ну вот разные регистрационные системы есть, где-то, но в основном это связано вот с этим. То есть в реестр внесли и все. Но добросовестность приобретателя нет. Ну у нас сейчас эта тема, она, ну как сказать, слава богу, все сдвинулось с мертвой точки после, в каком году? В 2005 Конституционный суд тогда было вот решение по добросовестным приобретателям, хотя эта норма, 302 статья ГК, она существует с 95-го года. И когда-то в году, в 95-м, да, где-то вот там в 98-м, в 99-м был какой-то семинар такой небольшой, там выступал зампред Верховного суда, Жуйков тогда был, он очень такой был известный на тот момент, книжек очень много писал. Я его спросил, слушайте, я говорю, а почему вот высший арбитражный суд защищает добросовестных приобретателей и говорит, что вот если лицо добросовестно приобрело, возмездно и так далее, то у него нельзя забрать. А вот в судах общей юрисдикции этот принцип не применяются, эти нормы закона, и у нас по цепочке эти сделки признаются недействительными. Мы вот так по цепочке. Говорят, вы понимаете, это же люди, это судьба, мы не можем так же подходить, как юридическим лицам. И пока Конституционный суд не ударил кулаком по столу, так сказать, и не сказал, что вот вся эта правоприменительная практика неправильна, вот, это не начало работать. То есть вы хотите сказать, что сейчас все по-другому? Нет, я хочу сказать, что добросовестность, то есть добрая судьба, два слова, добрая судьба, то есть она предполагает, что человек, во-первых, осмотрителем при покупке. До какой степени? Ну, у нас сейчас появилась статья 8.1 в ГК, в которой сказано, что если лицо полагалось на данные реестра, проверило реестр, то вы, значит, являетесь добросовестным, пока не будет доказано иное в судебном порядке. То есть, в принципе, сейчас законодатель сказал, достаточно реестра, но я считаю, что недостаточно, да, и вот, я вот хочу сказать, у меня вот, да, в прошлом году, в прошлом году, или в этом году уже закончился, а нет, в этом году уже, в феврале, закончился один судебный процесс, который длился полтора года. А вы практикующий адвокат? Ну, я, да. А как вы начитали? Просто смотрите, как бы, я, поскольку не первый год тоже с агентством недвижимости общаюсь, встречал такую модель агентства недвижимости, когда есть юрист, который, ну, есть такой термин, выпускает сделки, а есть специальный другой юрист, который ходит в суды. Это два разных юриста иногда бывает. Вот, вот в этом и проблема, вот это вот разделение, о котором мы говорили, человек, который не ходит в суды и не понимает, как там происходит, он не может иногда адекватно оценить ситуацию. Ну, а что уж говорить о тех юристах, которые приходят на сделки и сопровождая, как бы, своих друзей-клиентов. Это отдельная песня. Но не будем так говорить. Ну, вот про добросовестность, если мы вернемся. Там фабула дела была следующей. Человек купил квартиру, причем покупал он не через нас, он покупал через Миэль. Миэль ему проверил, он дал свое заключение. Он брал наполовину суммы ипотечный кредит Сбербанка. Дом клики ему проверил, дал свое заключение. Вот у меня будет вопрос по этому поводу. Да, по заключению я тоже скажу сразу, что если бы я проверил, я бы ему дал тоже положительное заключение. Скажу сразу, да, чтобы не было вот никаких недоговоренностей. Вот. Человек сделал, он военный пенсионер. Перед этим он судился с Министерством обороны за деньги, получил деньги. Ему хватило на половину квартиры, на половину он взял ипотеку. Потратил еще 700 тысяч на ремонт этой квартиры и закончил ремонт и получил иск от Департамента имущества Москвы. Отдай квартиру-то. Она украдена у города Москвы. Ух ты. И вдруг оказывается, есть приговоры судов, о которых он не знал и не мог знать. Никаких арестов, там запретов, ни департамент, ни суды, никто, ни в рамках уголовного, ни следователя, никто не накладывал на эту квартиру. Ничего не было. Ничего не было. Причем таких квартир 4 только у этого судьи на тех же приговорах, я сейчас расскажу. И что оказывается? Оказывается, что жила в этой квартире бабка, она умерла, потом задним числом прописали якобы ее племянника, с которым департамент заключил сначала договор социального найма сам, потом заключил договор передачи, потом этот племянник продал эту квартиру одному человеку и через два года купил наш, так сказать, клиент. Шустрый сотрудник департамента какой-то оказывается. И в этих, кстати, и оказалось, что судили кого? Судили сотрудницу МФЦ и там еще каких-то людей не из власти. И там во всех этих самых приговорах судов такая фраза у меня просто, она вот замечательная просто. С участием неустановленных сотрудников департамента имущества МФЦ и участием неустановленных сотрудников. То есть никого не установило следствие. А по документам получалось так, что этот человек, этот племянник, он был прописан не то, что там за три месяца до смерти бабки, если бы за три месяца все бы напряглись, а он был прописан за 10 лет до смерти бабки. И выписка из домовых книги есть, все. То есть, ну, как тут усомниться-то? Есть официальная бумага, получали там в МФЦ, а МФЦ там все, вот они там все, может быть, там и как-то, никто не знает. Черные сотрудники МФЦ, черные полиции. И в итоге департамент имущества приходит и говорит, а вот суд уголовный написал, что квартира у нас украдена, украдена у города. А у нас в 302-й статье там написано, что если имущество выбралось из владения собственника, украдено у него, то можно истребовать. И говорят, отдай нам. И вот, как бы, ну, ссылаясь на разные нормы, там, в том числе, там, правовые позиции Верховного суда, Конституционного суда, там, и мы доказали, во-первых, что он добросовестный. Добросовестность, причем мы доказывали, там, вот, наши суды, они предъявляют, особенно когда госорганы участвуют, для нас стандарт доказывания сразу же взлетает наверх, да, потому что нам нужно доказать все. Откуда у тебя деньги? Откуда у тебя то? Как ты там расплачивался? Что ты проверял? У нас две проверки. Деньги там были на счету. Это и это. В этом смысле повезло. То есть я вот обложился, вот все, вот все, что можно, вот все было вытащено туда. И, как бы, даже прокурор, а прокурор у нас участвовал в этом деле, потому что человека должны были выселить без предоставления другого жилого помещения. Даже прокурор сказал, да, вот мы считаем, что иск заявлен, ну, как бы, иск не подлежит удовлетворению, это все-таки добросовестный приобретатель, и у него государство не вправе отбирать квартиру, не вправе отбирать. Но три других дела, основанных на том же, на эти же люди, осужденные эти же приговоры, у этого же судьи, они проиграли. И суд решил, что эти люди недобросовестны. Не то, что они добросовестны, но у них, а он суд решил, что они недобросовестны. То есть они не смогли доказать свою добросовестность. То есть они не сделали всю ту кучу шагов, которые... С одной стороны, куча шагов, с другой стороны, там некоторые были, я там посмотрел, некоторые, ну, на мой взгляд, процессуальные ошибки с их стороны, они немножко неправильно себя повели. Два слова о платной подписке на нашем канале. Напомню, что большинство трансляций проходит на канале в открытом доступе, поскольку у нас есть партнеры, чья реклама позволяет смотреть их бесплатно. Некоторые мастер-классы проходят теперь по новым правилам. Часть эфира до 30 минут идет на ютубе в открытом доступе и остается в таком же виде записи. Полностью эфир, как правило, можно смотреть бесплатно на платформе Boosty. Попасть на него проще всего через наш сайт по ссылке на главной странице или через страницу m2tv.pro. По завершению эфира часть видеозаписи переходит в доступ платным подписчикам. Запись прошедшего эфира публикуется в течение 24 часов после завершения. Доступ ко всем опубликованным видеозаписям можно получить, купив соответствующий уровень подписки или разово заплатить за конкретное видео. Ознакомиться с уровнем подписки в мобильной версии можно, нажав вкладку «Об авторе» или в правой колонке, если вы зашли на платформу с компьютера. Кстати, теперь помимо видео мы размещаем посты с текстовыми материалами, например, скрипты, чек-листы, инструкции, презентации, образцы договоров и даже целые книги. Сейчас у нас действует 5 основных уровней подписки. Первый – пробный, он стоит всего 99 рублей в месяц. Ознакомиться с содержанием остальных вариантов подписки можно на странице m2tv.pro. Там же и по QR-ссылке можно посмотреть подробное видео об особенностях работы с платформой и деталях подписки. Все уровни работают по принципу матрешки. В более дорогие уровни включены все более дешевые. На платформе есть простые фильтры поиска по уровням, по дате и по тегам, включая имена спикеров. Переходите на нашу новую платформу подписки через сайт по ссылке в подсказке здесь, в QR-коде или в описании. И смотрите самые интересные и обучающие видео без рекламы. То есть некое пренебрежение, которое вроде бы на первый взгляд обывателя окажется вполне себе допустимым, и как это может повлиять, в итоге по факту оказалось ключевым. Почему сейчас я все время кричу, что ребята, в основном безналичные расчеты делайте. Делайте безналичные расчеты. Это самое лучшее. Потому что вот очень часто у нас банкротство. Еще одна угроза, да? Сейчас мы купили... Банкротство частных лиц имеется в виду. Да, человек нормальный. Да не только частных лиц. Ну, застройщики какие-то, еще чего-то. Ой, а давайте мы покажем вам какой-то там полступки, вы покупаете какой-то юрлица. А вот мы купили у застройщика там за 9 миллионов, а там вам продаем за 11. Давайте тоже 9 покажем, чтобы там 2 в ячейку положить нам. Ну, какая разница? Регистрация, регистрация, да? И они уходят в банкротство. И приходит арбитражный управляющий и говорит, а купили-то не по рыночной стоимости? На тот момент рыночной-то было 11. Все? Недобросовестный. Все? Значит, все. Значит, эту сделку можно оспорить. Сделку можно оспорить. Хорошо, сейчас практика часто формируется, что эти арбитражные управляющие, они говорят, ребят, ну вот разница там 2 миллиона, доплатите-ка в банкротную массу эти 2 миллиона, и мы от вас отстанем. Хорошо, если так. А если просто признать недействительным эту сделку, квартиру, у тебя забрать банкрот, то ты станешь в конец очереди. И, как правило, ты получаешь там не больше 5 процентов. Ну, по практике. Поэтому всегда это страшно. Вот не рыночная цена и нет. То есть много есть факторов разных, которые вот влияют. Так что вы можете увидеть. И на самом деле. Так что идут к нам? Как drawn-то тему? Да. Так что, если это? Ну, по крайней мере. И на самом деле.